Друзья, это постер, таблица или шпаргалка систем глаголов, на которых держится весь английский язык. И, по сути, это та самая табличка времён английского языка, которую мы так и не смогли выучить, только поданная гораздо более логичным и простым, понятным способом. Я запрятал подальше название времён, все эти симплы, перфекты и континиусы, чтобы не перегружать лишней информации, потому что именно вот эта перегруженность мешала нам запомнить правила, грамматические правила. И вывел я на первый план именно ситуации применения. То есть, что мы сейчас хотим сказать, какое предложение построить. Мы хотим сказать о каком-то событии, действии, описать человека или явление, состояние, акцентировать на том, что действие происходило во времени, то есть было длительным, протяжённым, показать, что действие завершено и у нас есть результат, либо сказать о том, как долго происходило действие, и либо описать своё отношение к действию, либо использовать пассивный залог. Для тех, кто всё-таки хочет знать какое-то время, я также включил это в таблицу. Вот simple, вот continuous, perfect continuous и perfect. У каждого из времён я сделал маркер, то есть вспомогательный глагол, который относится к результативному процессу, по которому можно узнать так перед нами, система результативный процесс или perfect continuous. Затем есть формула, по которой вспомогательный глагол меняется в прошедшем, в будущем времени и какие-то особенности ситуации применения в настоящем, в прошедшем и в будущем временах. То, чем я особенно горжусь, это 250 лексических примеров живой разговорной речи, которую я почерпнул из сериалов и которую я использую в родном языке. Тут очень много интересных синонимов, фразовых глаголов, с помощью которых можно расширить свой словарный запас. Также в таблице есть четыре типа условных предложений английского языка, когда правила немного меняются, и чтобы их составить, нужно знать эти правила. Они также здесь есть. Как пользоваться таблицей? Сначала ее нужно изучить как учебник, вникнуть, что такое система глаголов, понять, какая система в каких ситуациях используется, изучить все примеры для того, чтобы глубже понимать специфику каждой из систем, и затем начать строить свои собственные предложения. Теперь давайте на примере. Я хочу спросить у своей девушки, помыла ли ты посуду? Меня интересует результат. Я иду в систему глаголов результат. Так как этот вопрос мне не интересует ни утверждения, ни отрицания, я использую вопрос. Меня интересует именно актуальная информация. Сейчас посуда помыта. Собственно, это настоящее время. То есть мне нужна вот эта ячейка. И она строится по такой формуле. Вспомогательный глагол have или has плюс третья форма смыслового глагола. В данном предложении помыть мы используем глагол wash, а в третьей форме washed. То есть добавляется окончание ed. Но есть и альтернативная версия этой фразы. Have you done the dishes? То есть мы не используем здесь wash, мы используем глагол do в третьей форме глагола. Так как это неправильный глагол, он полностью меняет свою форму. И вы можете видеть, он здесь выделен жирным, а правильные глаголы меняют только окончание. Иди. То есть здесь жирным, только иди. Так вы можете отличить в этой таблице правильные глаголы от неправильных. Правильный, неправильный, неправильный и так далее. Вот так вот мы и пользуемся этой таблицей. То есть вам нужно, когда вы составляете какое-то предложение, вам нужно сначала знать, к какой системе оно относится, является ли оно утверждением, вопросом или отрицанием, и в каком оно времени. Используйте этот постер как дополнение к своим занятиям с педагогом или к самообучению. И он поможет вам научиться строить, правильно строить предложения на английском языке во всех временах. Также пользуйтесь приложением переводчик для того, чтобы перевести и выучить все эти примеры, все эти 250 примеров лексических, которые я сюда включил. Это расширит ваш словарный запас. И я вам желаю успехов, удачи в обучении и спасибо, что приобрели этот постер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!